Давайте еще раз в фактуре. Есть дела с фальсифицированными, есть дела с шитой белых, белых, здесь даже ниты свежут. Ни белых, ни гневых, ни какие. Это настолько нагло притянутое дело, это настолько фантастический труп, который сегодня пытаются вешать на Данилу Константинову, что можно сказать, что подобного ничего, наверное, в полицейской практике не было. А Данилу Константинов, как уже было сказано, политик, интеллигент, человек, который не занимался спортом, и жертва. Ну, человек, говорят, что он пастухом наркомат, который, как показывает его товарищ свидетель, который не смог на дна почной ставки вспомнить даже так текущий месяц и месяц, когда было совершено это преступление, а когда адвокат попросил провести медицинское освидетельствование на выявление факта употребления наркотиков этого свидетеля, то следствие категорически пошло в отказ. Так вот, убитый, как уже сказал адвокат, умер от прямого ножевого удара в сердце. Как показывает свидетель, он видел перочинный нож, не перочинный, а раскладной нож. Знаете, мне довелось свое время посидеть с людьми, которые проходили годом по групповым убийствам. И я им говорил, ребят, а вот скажите, у вас там несколько трупов, и почему-то вот 20-40 ножевых ранений. Ну, почему такие кровожадные? Они мне говорили, Иван, чтобы убить человека, вот надо минимум раз в 10 в него попасть, потому что убить с одного удара, тем более под сердце, это удел профессионалов. Причем не просто люди, которые имеют представление о том, как это делать, а которые имеют профессионально набитую руку, и за спиной которого уже не одно где-то прикапанное тело. Поэтому здесь, ну, такой, наверное, след вот боевиков. Это люди, которым приходилось уже убивать. И, как показывает свидетель, из чего разгорелась драка, да? Они вдвоем стояли, стояла группа ребят, 4-5 человек, один подошел, якобы, да, Даниил плюнул в одного вот из этих наркоманов, и они вдвоем начали убить. А потом уже завязалась драка, и Даниил подтащил уже на улицу, вот якобы, резать, да, убивать вот его товарища. При этом сам факт этого убийства человек не видел. И, конечно, когда абсолютно вот нереально вот эту ситуацию пытаются повесить на Даниила, это, конечно, говорит о некой тенденции, и о том, что до нас пущена команда мочить, зачищать оппозиционную поляну. С чем это связано? Мы встречались с Даниилом там достаточно часто. Это блестящий организатор, это умница, это человек, который находил общий язык со всеми и пытался выстраивать вот оппозиционное движение для достижения общей цели. И, конечно, это было связующее звено между и национал-патриотами, и какими-то здравомыслящими там либеральными группами. То есть этот удар по Константинову, он был очень точечный и очень расчетливый. И когда мы с ним встретились где-то за месяц назад, у нас был разговор, он говорил, вот дергают там моего знакомого, и вот есть информация, что мне пытаются приклеить какой-то труп. Он смеялся, я говорю, ну понимаешь, какая ситуация. Это достаточно сложно делать. Даже я знаю по себе, как фальсифицируются дела, но должны быть какие-то основания, чтобы человека зацепить. Поэтому, я думаю, это просто люди гонят жуки. Люди пытаются как-то вытеснить под угроб, по страху, по слабохарактерности из политического поля и заставить перекратить заниматься тем, чем он занимается. И вот в день задержания мне звонит Даниила, говорит, ко мне ломится дверь. Я говорю, давай сейчас попробуем найти адвокатов, чтобы они участвовали уже в процессе обыска, чтобы тебя ничего не нашли. Не выключай телефон. Дверь ломается, я уже слышал, как оперативник отключил телефон. Все это достаточно было жестко, грубо, с попранием всех всевозможных процессуальных норм. И тогда давайте перейдем потом уже к политической составляющей. И моральную оценку я тогда еще дам.